ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столичные поисковики знакомятся с Десногорском. Дрест-гидромонтаж славился очень большими и значимыми делами. Встреча ветеранов-монтажников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытие профильной смены «Патриот». А теперь об этих и других событиях подробнее. Избирательная комиссия Смоленской области начала прием документов для регистрации от кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва. Первым кандидатом, представившим документы, стал Сергей Леонов, выдвинутый ЛДПР. Вторым сдал документы его коллега по партии Александр Герасенков. На принятие решения о регистрации или отказе комиссии отводится 10 дней. Российское и китайское командование оценило результаты совместных учений, которые прошли под Смоленском. Бойцы двух стран оттачивали свое мастерство, используя военную технику и средства связи российских войск. Это уже третье учение в международном сотрудничестве спецназовцев. На совещании руководителей предприятий Десногорска директор Смоленской АЭС Александр Васильев вручил знаки отличия гражданин страны Росатом. Кто и чем заслужил такое почетное звание, мы расскажем вам в нашем сюжете. 13 июля прошло заседание Совета руководителей предприятий нашего города. Вел совещание председатель директор Смоленской атомной электростанции Александр Васильев. Первым по повестке дня докладывал глава города Вячеслав Седунков. Он рассказал о результатах работы за прошедших полгода и о планах на ближайшее время. Отметил, что основные дороги города будут ремонтировать, а также изысканы средства на ремонт детских садов. Заместитель директора станции Анатолий Терлецкий доложил, что в городе запущены и активно работают проекты «Старшее поколение» и «Слава Созидателям». Они вызвали большой интерес как у ветеранов, так и у молодежи. Председатель комитета по образованию Рима Овечкина в своем отчете рассказала, что все предприятия города активно помогают образовательным учреждениям Десногорска и вручила шефам благодарственные письма. Начальник секретариата атомной станции Мария Манукова сделала доклад о работе проекта «Памятники войны». В своей презентации она показала, как благодаря коллективам предприятий нашего города преобразились на Смоленщине памятники воинам Великой Отечественной войны. В завершении собрания директор Смоленской АЭС вручил знаки отличия гражданин страны «Русатом» 25 представителям совета, руководителям предприятий Десногорска. Этим почетным знаком госкорпорация «Русатом» отмечает активных людей, которые внесли большой личный вклад в социальное и экономическое развитие своих городов, предприятий и организаций. Первым такой знак из рук директора атомной станции получил глава города Вячеслав Седунков. В ОМВД по Смоленской области произошли кадровые изменения. Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков назначен Эдуард Милтанян, который ранее был заместителем начальника Смоленского УФСКН. В сети выложили видео о последствии стихийного бедствия в Руднянском районе Смоленской области. 58 домов из-за деревьев, обрушившихся на провода, остались без электричества. В 16 домах повреждена кровля. Отключалось и водоснабжение. Остановился насос на водозаборной башне. Юные поисковики из трёх московских школ, участники экспедиции, расположившейся на берегу Остра под Косками, нашли время и приехали в город атомщиков на экскурсию. Директор городского музея Наталья Демьянова показала гостям нашу гордость, курган славы и другие памятные места Десногорска. Мы с юными поисковиками встретились в учебно-тренировочном центре, когда им показывали полномасштабный тренажёр блочного счета управления АЭС. Дети с нескрываемым интересом слушали, задавали вопросы и, конечно же, фотографировались на память. Мне понравилось то, как нам объясняют, как работает сам реактор, то есть как работают инженеры на нём, что это за кнопки такие, как он выглядит в 3D-объёме. Столько разных интересных схем, диаграмм. Тут очень интересно рассказывают. Мне правда понравилось. В этот день гости побывали у памятника первостроителям Десногорска на экскурсии в демонстрационном зале информационного центра Смоленской АЭС, в храмах и в музее поискового движения. Через Смоленскую область пройдёт уникальная автомагистраль – рабочее название новой дороги «Меридиан». Это будет скоростная четырёхполосная трасса, которая соединит Китай, некоторые страны СНГ и Европу. Протяжённость российского участка трассы составит около 2000 километров. На Смоленщине стартовал сезон тихой охоты. Случаев отравления грибами пока не зафиксировано. Самыми грибными в нашей области традиционно считаются Демидовский, Вележский, Красненский, Духовщинский и Монастырщинские районы. Там более влажный климат, много лесов и озёр. Проект «Старшее поколение», который реализуется при поддержке Смоленской АЭС и администрации Десногорска, продолжает работать. Встреча ветеранов из Смоленского управления Треста «Гидромонтаж» состоялась 13 июля. В 1980 году, когда стройка Смоленской АЭС была в самом разгаре, было принято решение пригласить на наладку и сборку основных гидросооружений электростанции опытных и квалифицированных монтажников. Во главе с Михаилом Двоскиным на Смоленщину приехала большая бригада из Заинска. Они приехали со своими семьями, потому что они приехали сюда не просто в командировку, они приехали здесь жить, работать, строить станцию и строить город. И вклад гидромонтажников в Стресса «Смоленская» очень значим. Так как в гидромонтаже работали целыми семьями и даже династиями, то навстречу пришли парами, вспоминали, как работали, какие решали в те времена проблемы. Я помню, как вы переживали трудные и страшные времена. Виктор Николаевич здесь знает и помнит. Когда они с Александром Александровичем Бочужанином искали фронт работ, когда они получали по взаимозачётам где-то цемент, чтобы вам этим цементом отдать зарплату. Но больше всего вспоминали рабочие будни, где было много хорошего и доброго. Все были обеспечены жильём и местами в детских садах. Коллектив организации был дружный, поэтому выходные и праздники отмечали совместно. Все были рады увидеться и пообщаться. Встреча получилась душевной. Уже сколько лет, это вообще, некоторых вообще даже не узнаёшь, кто такой. Но потом, ага, такой-такой. Люди постарели уже и сами уже такие же. Так что очень интересно. Каждый ветеран-первостроитель получил значок и удостоверение почётного гражданина страны «Росатом». 12 июля на трассе Москва-Минск столкнулись автомобиль «Опель» и пассажирский автобус «Неоплан». Автобус вёз хоккеистов московского «Динамо» в белорусский «Пинск» на сборы. В результате ДТП никто из спортсменов не пострадал. В регионе продолжается операция «Оружие». За шесть месяцев добровольно сдано 10 единиц гладкоствольного оружия, 187 патронов, 4 единицы оружия с нарезным стволом, 504 единицы взрывных устройств времён Великой Отечественной войны и 92 килограмма пороха. Общая сумма вознаграждений составила более 800 тысяч рублей. На базе туристического комплекса «Соколия гора» открылась третья летняя профильная смена для подростков «Патриот». Более 250 юных смолян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведут здесь незабываемые каникулы. Подробности в нашем сюжете. Патриотическим воспитанием подростков будут заниматься сотрудники УМВД, МЧС, армейских подразделений, УФСКН и профессиональные психологи. Именно они сделают отдых ребят и их пребывание в лагере насыщенным и запоминающимся на всю жизнь. Смена пройдёт 21 день. Каждый день будут с ребятами, день расписан прямо по минутам, то есть с утра и до вечера с ними будут заниматься. Юные смоляне сразятся в интеллектуальных и спортивных играх, поучаствуют в мастер-классах и различных психологических тренингах, творческих фестивалях, экологических и социально-профилактических акциях. Нам хочется, чтобы ваши глаза благодаря отдыху и замечательно проведённому здесь времени сияли тоже как солнце, чтобы вы немножко отдохнули, закалились. И мне хочется пожелать вам приятного отдыха от нашего губернатора Алексея Владимировича Островского. Открытие профильной смены «Патриот» ознаменовалось поднятием флага России, после чего по инициативе участников лагеря гости мероприятия вместе с ребятами посадили на территории комплекса «Соколия гора» «Деревья дружбы». Программу торжественного открытия продолжили выступления творческих коллективов, конкурс на знания правовых основ и импровизированный урок физкультуры. Бурю эмоций и нескрываемый восторг ребят вызвали показательные выступления кинологов со служебными собаками. Четвероногие полицейские на глазах у ребят обезвредили вооружённого преступника, чем привели детей в восторг. И в заключении о спорте. В Нижегородской области стартовал чемпионат России по судомодельному спорту. Смоленская сборная судомоделистов, признанный в стране лидер, также принимает участие в соревнованиях. К этому старту спортсмены усовершенствовали свои модели, чтобы снова стать лучшими. А Смоленск принял сильнейших спортсменов Вооружённых сил России по подводному плаванию. Дисциплин несколько. Ныряние на дистанцию 50 метров, плавание по поверхности воды 100 и 200 метров, а также смешанные стафеты, в которых участвуют и мужчины, и женщины. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.